Всем привет-привет! Как ваши дела? Хотела вам показать лучок, но сейчас я его покажу вам, как обычно, как начинается каждая наша встреча. Так, сейчас, пока вы присоединяетесь, как раз могу порассказывать. Я сегодня в честь нашего первого задания тоже нарядилась в белый цвет. Тут такие туфельки маржела, брюки в цветочек от такого русского дизайнера, но она шлёт в японском стиле. Такая огромная там-танк-топ, такая большая свободная грузка Анны Люльмейстер и жилетка. В общем, игра с многослойностью. Вы собираетесь, здорово! Я сегодня даже подготовила нам такой вот лист, чтобы не уходить по пунктикам, о чём я должна сегодня сказать, чтобы не уходить слишком далеко, потому что я люблю поболтать, начать отвечать на ваши вопросы. А эфир у нас должен быть не больше часа. В конце у нас будет розыгрыш. Дожидайтесь до конца. И сегодня я его придумала. Вначале я хотела его делать, знаете, просто в приложении, когда случайное число выбирает робота, потом подумала, и так вверх уже просто наступает какого-то искусственного интеллекта, и мы будем использовать старый метод. Вот шляпу с фантиками, я всё нарезала, вас всех туда положила. В общем, это будет в конце, потому что я проверяла до последнего, кто сделал ещё задание, потому что мне присылали, что сейчас-всейчас-всейчас сделаю, и я допечатывала и бросала. Так, ну что, вы собираетесь, присоединяйтесь. Сегодня у нас такой очень насыщенный будет эфир, потому что мы должны подвести итоги нашего челленджа. Он был, кстати, вот кажется, 5 дней, на самом деле он длился, я посчитала больше 10 дней, потому что у вас были экстра дни, чтобы доделать все задания. А я рада, что это вообще вызвало столько интереса, что действительно кто-то принимал участие, писал. Было очень интересно погружаться в вас в мир, обсуждать. Если кому-то, я видела, что прям кто-то очень много написал, я вам написала, что мы обсудим тогда на личной встрече, потому что кто-то сделал реально, поистине глубокую, крутую работу, вот прям настоящую. Поэтому мне самой хочется дать фидбэк и показать, как это можно трансформировать в стиль, да, вот как сделать, например, мостики между заданиями. И мы начинаем, давайте всё начинаем. Помните, у нас было 5 заданий разных, и я начинала с цвета. Но сейчас мы начнем с другого задания, которое было, да, немножко вторым. Это, во-первых, когда мы анализируем свой гардероб и понимаем, а почему не складывается капсула. Потому что, да, глобальная тема сегодняшнего эфира – это как создать капсулу на лето. Поэтому мы будем всё заворачивать сюда. Как создать капсулу? Если у вас параллельно есть вопросы, обязательно сразу же их пишите или в конце. Ну, в общем, не забудьте свои вопросы, пишите, я буду рада ответить. Всем спасибо, кто присоединяется, вижу вас. Всем привет. Начинали. Итак, мы хочу начать со второго задания, когда мы открываем наш гардероб. И вот первое, прежде чем создавать капсулу, нужно проанализировать, а что уже в этой капсуле, то есть что у нас уже есть в гардеробе такого, что может пойти в состав нашей капсуле. И было задание, помните, вы отлично с ним справились, многие действительно увидели, что это и есть некий такой, да, паттерн поведения, чтобы покупать однотипные вещи, одинаковые пары, не знаю, у нас одна маленькая попка, да, и 10 пар джинс, когда всё успеть носить. Или там одинаковые блузки. И что вот это на самом деле совершенно нормально, да, попасть в такой паттерн, потому что мы что-то надели, что-то нам уже привычно, и мы уже понимаем, что в этом мы выглядим классно. И, конечно, когда мы мерим, 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 и у нас нет плана чёткого, в этом-то секрет, да, что бы ещё можно было купить, мы привычно пойдём купим что-то похожее, потому что мы знаем, что это на нас работает. Ну, поэтому, конечно, гардероб и создание капсулы – это работа, и это некий план. И если у нас есть план покупок, то нам не нужно тратить лишние деньги, покупать вещи, которые потом одиноко висят, скучают, мне так их жалко, висит там какая-то одинокая блузочка, подмигивает, а одеть её не с чем. Да, вот, и нужно целую историю уже сочинять, что-то ещё докупать, чтобы эту вещь как-то всё-таки выгулить в свет. В общем, сделали анализ, с этим вы всё справились, все молодцы. И после этого у нас было другое задание, помните, когда нам нужно подумать и обратиться к вопросам. И здорово, что все вы написали, даже попробовали выполнить, да, его. Как я хочу себя чувствовать? Я бы поставила этот вопрос всегда вперёд. Потому что как я хочу себя ощущать, да, какую корону я надела, чтобы сегодня выйти из дома? И какое впечатление я хочу производить? И вот знаете, здесь мне хочется... Мы сейчас об этом чуть-чуть побольше... Нет, мы об этом поговорим сейчас чуть-чуть попозже. Вот эти два вопроса сейчас запомните, что они у нас будут всегда преследовать в течение всего, наверное, эфира. И вообще, на самом деле, всегда, когда я работаю там с частными клиентами или на курсе, мы всегда спрашиваем, да, как я хочу себя ощущать, как я хочу себя чувствовать. Это вот прям возвращение к себе. Я ещё никуда там не увлёкся, не стал делать что-то похожее на какого-то блогера, да, и совсем забыл, собственно говоря, что я здесь про себя. Для того, чтобы выразить два этих вопроса, нам нужно обратиться к себе. И у нас есть внешняя ритмика, это всё, что дала нам природа, да, это наши пропорции тела, уж как есть, и лица, ритмика лица. Это цвет волос, цвет глаз, да, то есть такая базовая структура. И вот с этими знаниями хорошо мы справляемся на потоке... У нас на курсе есть два потока, да, азбука стиля, потому что мы там изучаем, какие нам нужны пропорции, где нам надо что прикрыть, где нам надо чуть-чуть добавить, да, чтобы мы смотрелись пропорционально выше, стройнее, и, в общем, сами себе нравились в зеркале. Второе, и там есть много как бы пунктов, да, ступенька азбука стиля, это работа вначале с пропорциями, а второе, это работа с цветом. И вот именно с второго я взяла задание наше про цвет, потому что для меня работа с цветом – это такая любовь. Как вы видите, я часто бываю в белом, и я решила, а почему, собственно говоря, да, не про белый цвет и не поговорить, потому что цвет лета и самый простой способ увидеть, ну, тот прием, который я бы хотела показать, да, потому что этот прием работает на любой цвет, ну, какой вам нравится. Кто-то мне написал, я не ношу белый, я люблю черный. Прекрасно, да, на черном цвете то же самое, все можно сделать. И так, у нас же есть еще фотки, я же должна вам показать фотографии. Да, быстренько, у нас всего по несколько фотографий. Немножко приготовила буквально. И у нас было здесь задание – это белый-белый-белый, да, только один. Белый разных оттенков и белый разные текстуры. И вот здесь прекрасный пример – сдержанный жакет, да, например, к нашему первому вопросу, а какое впечатление, возможно, я хочу произвести, и, возможно, это сдержанность, да, не такой отсылка к деловому строгому образу. Но при этом вот такая интересная, на самом деле, я уверена, что это не юбка, это просто там какая-то блузка там надета, которая гладкая, и вот она здесь пушится. Строгие брюки. И такие фактурные, да, фактурные юбочка, ну, танк-топ, ну, не танк-топ, а топ какой-то. И те облочки, которые здесь есть. Сейчас еще один пример покажу. Вот такой, да, тоже очень простой. Я специально не взяла такие супер-крейзи примеры, а примеры, которые легко использовать, да, потому что это белые брюки, но разной фактуры, вот даже как сегодня, да, то есть более толстый жилет, более легкая со складками блузка, кружевные такие вот вышивку брюки со цветочками, и здесь то же самое. Да, то есть и эта формула очень работает всегда, для любого цвета. Обращаем цвет, оттенки цвета, добавляем фактуры, вуаля, у нас уже какая-то интересная комбинация, да, какое-то новое настроение появляется здесь. Ну, вот еще один такой покажу. Тоже, да, на самом деле все объединено белым цветом. Ну, конечно, прозрачно есть элемент прозрачной юбки, которую сложно не заметить. Вот, и цветные аксессуары, да, это больше даже, наверное, к нашему заданию последнему, к которому мы сейчас вернемся, да, что акцентные вещи в базовых, но тоже интересный такой момент. Так, выключаем. С этим заданием все справились просто шикарно, мне очень понравились ваши образы, и, собственно говоря, ну, я их выкладывала, я надеюсь, что вы вдохновились теми примерами, которые сделали и другие девочки. Всех приветствую, кто только присоединяется, мы говорим сегодня про челлендж, итоги челленджа, и разбираем наш челлендж, какие у нас были задания, и как на самом деле, следуя по этим заданиям, я сейчас наоборот рассказываю логику, как это и работает, да, собрать свою капсулу. Ну, и мы говорим про летнюю капсулу, потому что у нас как бы лето на дворе, но на самом деле, да, вы понимаете, что эти вы можете применить и к осени, и к любому времени года. Так, после цвета, цвет, конечно, цвет как работает в образе, цвет как работает к лицу, секреты, там, черный цвет, темный цвет, контрастный, а вообще, если, чем мы старше, да, тем лучше выбирать светлые оттенки, чем мы меньше хотим подчеркивать недостатки кожи, тем лучше исключать те цвета, которые не совсем наши. Ну, а если мы больше профессион, и нам хочется создавать впечатление, свой опыт, и нам не так важно, ну, увидят мой прыщ, ну, и наслаждайтесь им, то выбираем те цвета, которые мы хотим, да, и используем секреты, как их носить, да, как использовать макияж, как использовать комбинаторику, где их лучше размещать, для того, чтобы все-таки носить это весь спектр. Но давайте про белый цвет, кстати, вот я хотела сказать, что если мы, ну, каждый цвет будет идти к своему типу лицу, и белый цвет, как выбрать, ориентируйтесь тоже на свое лицо. Наше лицо говорит нам все абсолютно про цвет, какой цвет нам выбирать. И белый цвет мы ориентируемся на наш натуральный белый цвет, соответственно, вы уже догадались, наверное, зубов, и яблок, глаз, белизна, глаз, можно так сказать, нет. Чем они белеют, вот тот оттенок, в общем, мы можем использовать ближе к лицу. Вот, не то, что это прям какое-то такое полорайло, которое нельзя нарушать, ну, вот для органики считается, как сказать, в классической стилистике, да, что мы отталкиваемся от красоты лица, и, конечно, подбираем цвета те, которые нас украшают, которые подчеркивают нашу сияющую кожу, цвет глаз, не делают волосы тусклые, да, потому что, например, если девушка с шоколадными, да, с шоколадной копной грибой будет надевать серого слишком много, то волосы будут немножко тускловаты, да, или наоборот, в общем, много секретов. Так, у нас не про цвет, только для этого у меня и есть мой списочек, да, чтобы так долго не отвлекаться. Завершили с цветом. Цвет еще, кстати, могу сказать только быстренько о том, что это второе выразительное средство, а первое выразительное средство – это принт. Поэтому, конечно, в азбуке стиля мы изучаем принт, то есть пропорции тела, работу с цветом внутри костюма, и который нам идет к лицу, это разные занятия, принт, и потом мы переходим к стилям и стилевым приемам, к тем секретикам, да, которые я сама заработала, наработала на 15 лет, и есть чему, в общем, поделиться, как что скомбинировать и сделать так, чтобы это выглядело классно даже на пальцах. И так, это азбука стиля, эти задания были отсюда. Перепрыгиваем обратно в управление впечатлений, потому что у нас задания вот так скакали с вами. Для того, чтобы формировать капсулу, нам нужно знание и азбука стиля, которые мы с вами потренировались через цвет и через стилевые приемы. И второе, мы задаем себе вопросы с вами, да, какое впечатление я хочу производить. И вот от впечатления мне всегда хочется всегда направить вас в состояние, да, а какое я хочу состояние прожить, потому что когда мы изучаем наши ДНК стиля, погружаемся в себя, то для меня это всегда такой короткий мостик перепрыгнуть и сделать немножко больше работы, чем просто собрать комплекты к лету. Работа над стилем для меня это всегда работа, ну, если хотите, с головой, да, с нашими нейронными связями, с нашим будущим. И это очень классное задание, потому что когда мы в них погружаемся, и одно из упражнений, как находить свой ДНК стиля, я вам тоже его показала. И я благодарю всех, кто его сделал. Это упражнение первоисточников стилей, то есть когда мы, будущее, когда у нас будущее рождается через работу с нашим прошлым и настоящим. И вот это упражнение, это было погружение в наше прошлое. Кто его сделал, уже увидел ту силу, которую упражнение может дать, а там еще есть что копать. Но именно так, погружаясь в наше детство, да, это бессознательный возраст, это когда нам что-то нравится, потому что нам просто нравится. Потому что мы ребенок, у нас нет никаких социальных, знаете, здесь стереотипов. Вот на это смотри, туда не смотри, да. И когда мы любуемся чем-то, нас восхищает, мы приносим это знание в свое взрослое состояние. Именно это может дать нам некую опору в наших мечтах, в наших традициях, которые мы формируем у себя в семье, в наших привычках стилевых, как мы одеваем, в нашей уверенности, кто мы есть. И это круто возвращает в себя через стиль какие-то элементы. Мы просто как бы собираем себя обратно, да, создаем такую собственную вселенную. И второе, это избавляться, да, потому что в любом случае, хотим мы этого или не хотим, мы будем нести этот опыт. И мы можем включать туда одинаковое количество энергии, что мы будем этим восхищаться, ностальгировать, забирать, что мы будем это игнорировать. То есть даже если мы это игнорируем, говорим, такого в моей жизни не было, так я точно не выглядела, и вообще вот этой эстетики у меня не было, это очень много ресурса тратится на то, чтобы это не замечать. И у нас много таких заданий, у нас нет цели, да, прям погружаться очень глубоко в психологию, и я ее использую на том уровне, чтобы мы пришли к такой вот более интересной версии стилистики для вас. И классно, да, в этот момент просто освободить себе энергию, да, увидеть, что, ну, было такое, да, вот что я могу с этой эстетикой сделать, как я могу интерпретировать, ее увидеть и сбросить вот этот небольшой груз такой, да, какого-то самоделания иногда наигранного, а вернуть то, что мое, и уже с сознанием делать, сказать, ну, это не мое, это было, да, я все увидела, пошли дальше. В общем, вот такие игры разные с психологическими мы тоже делаем, и мне кажется классно, ну, не знаю, мне кажется, это классным заданием, что вы тоже это попробовали сделать. Пишите, если вы здесь, кто сделал, ну, я надеюсь, вы здесь, мы же будем с вами сейчас разыгрывать ваши призы, как ваши ощущения, понравилось ли вам это задание, в общем, кто смелый, мигните, пожалуйста. Так, следующее, 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 чтобы не разбегаться, мы будем говорить про, так, про ДНК я поговорила чуть-чуть, про курсы чуть-чуть поговорила, не хочется сегодня говорить много, про последнее задание еще поговорю. Так, и соберем еще раз. Я чуть-чуть, понимаете, да, для чего мы вообще разбирали все эти задания, что у нас были задания из курса азбуки стиля и задание одно, правда, но все-таки из курса ДНК, а в курсе это все соединяется. Для чего это нам нужно? Потому что мы изучаем внешние ритмы и стилевые, стили, стилевые приемы, это последняя лекция нашего курса азбука стиля. Именно оттуда мы взяли одно небольшое задание с вами и прием, который мы с вами разбирали, когда у нас два акцента в образе, в нашем луке, да, усложняющие, что у нас есть базовые вещи и акцентные вещи. И вот в капсуле мы подходим, наконец, до капсулы, у нас обычно есть эта комбинаторика, что у нас какие-то вещи более базовые, то есть, соответственно, для нас они базовые, для кого-то они могут быть акцентные, да, мы не путаем. Но для нас эти базовые вещи, значит, мы можем совершенно по-разному с этими вещами создавать луки. И при этом у нас есть все равно акцентные вещи, которые, может быть, не совсем работают, но они добавляют много персонализации вот этой. Где мы берем персонализацию, да, мы уже только что поговорили, что мы берем ее из ДНК стиля, потому что мы раскапываем себя, смотрим, откуда мы можем взять какой визуал, мы погружаемся в собственную историю, мы смотрим на настоящие, мы смотрим на разные ассоциации, смотрим, а как для меня красиво. Иногда, вот знаете, мы просто не знаем, а как для нас красиво, как может быть еще. И из всего этого мы плетем такого ДНК себя, потому что проигрывать разные свои субличности, да, это тоже вот такое одно из упражнений нашего ДНК стиля, в зависимости от разного периода жизни вы будете всегда, потому что сегодня вы захотите быть романтичной феей, не знаю, завтра вам хочется быть секси-гелл, послезавтра вы будете бизнес-леди. Но ваша суть, ваша внутренняя ритмика, ваша насмотренность, ваш визуальный опыт прошлого всегда с вами останется, он не может испариться, куда-то из головы деться. Если вы сегодня решили в одну свою субличию сыграть, а завтра в другую, у вас сегодня одно дело, обстоятельства жизни, да, работа, а завтра другое, да, у нас могут меняться стили, да, романтичное платье надела, деловое, какой-то комбинаторика стилей, да, использовали стилистические приемы, чтобы все это как-то интересно, вкусно замиксовать, но мы в этом останемся всегда те, которые мы есть. Мы только можем эволюционировать, да, расти, мы не можем взять, ну, есть только амнезии, наверное, случится, да, и забыть вдруг, кто мы были, да, и поэтому вот в это классно это однажды найти, чтобы понимать, почему я такая в одном образом, в другом, и чего будет недоставать, да, как его создать так, чтобы он был мой, чтобы я чувствовала в этом себя самой, чтобы у меня была вот эта уверенность, да, это же мы сами себе делаем такой, не знаю, бэкап, да, что кто мы есть, да, мы можем легко быть во что-то сыграть, проиграть какую-то субличность, если мы все равно уже, у нас есть фундамент. Вот, и, соответственно, возвращаемся к стилям и стилевым приемам, потому что это уже стилевой, я просто хочу вам показать разницу между, что такое ДНК стиля и что такое стилевые приемы или вообще у тазбука стиля, то, что как бы мы можем насмотреть и можем этим научиться, да, и что когда мы, я вам приквожу примеры, смотрите, вот это же упражнение, да, такое именно, что мы посмотрели примеры и попытались его поделать, да, как здесь, в чем здесь, где акценты, где базовые вещи, что сделал этот лук интересным, туфли, класс, да, жакет необычный, много акцентов золота, ну, два, тут даже больше, чем два акцента. Мы научились приему, и я могу вам бесконечно показывать совершенно разные приемы, а вам нужно понимать, это мое, мой прием, не мой прием, он ложится в мой ДНК стиля, не ложится в мой ДНК стиля. Конечно, вы можете освежить свой летний гардероб, просто используя эти приемы, это уже классно, это уже работает. А можно, ну, кто хочет, кому уже пора, кто не хочет ничего ждать, да, сколько ждать можно, да, тот может отправиться в более интересное путешествие. Сейчас мы обсудим парочку еще, соответственно, вот этих стилевых приемов. Я еще увидела там комментарии, да, я для себя открыла необычные моменты. Супер, спасибо, что поделились. Я пыталась делиться в сторис, да, кто разрешал. Вы знаете, да, что если вы мне что-то пишете, и вы не хотите, чтобы это публично, вы просто мне скажите. Ну, вообще, на самом деле, даже спрашиваю, можно ли поделиться, потому что все-таки мне тоже кажется, что правильно спросить. Вот еще тоже, да, про прием, если поговорить. Прямой, объемный тренч, базовый, да, ботинки, базовый, кажется, все очень базовое и с таким базовым набором, хотя для нее это не базовый, да, это объемный тренч. Тренч, в общем, может быть, любым. Для другого человека это будет какой-нибудь вот такой тренчик, я не знаю, на поясочке там завязанный. А кому-то, может быть, это будет еще что-то другое, да, наоборот, прямые какие-то не такие объемные рубленные вещи, не такой узкий. В общем, тренч базовый для этого человека. И плюс какие-то необычные акценты. Здесь, мне кажется, очень классно, необычно, конечно, сотканный лук из золотой сумки с этой вот, не знаю, шалью или что это такое. Ну, в общем, мне кажется, симпатично. То же самое, что здесь. Да, если мы сюда будем вглядываться, то, кажется, базовые вещи, это просто джинсы, черная рубашка и много аксессуаров, которые выразительные. Но давайте взглянем чуть-чуть более внимательно. Тут не просто джинсы, да, джинсы могут быть для каждого разного. Кому-то это будут прямые, строгие джинсы, потому что это будет его ДНК, ему нужны будут такие более базовые, какие-то универсальные вещи, долгоиграющие. Ему хочется будет чуть-чуть больше прострогость. Кому-то нужны будут, возможно, дырявые, расхлябанные, чтобы это было все как-то свободно, ничего не сдержано. Кому-то вот с прострочками, да, тоже блузка, которую отсылает к таким романтичным мотивам вышивки, да, то есть сразу же какие-то свои, свой круг, свой пул ассоциации с этим рождает. Здесь тоже акценты, кажется, это обычные там пижамные штаны, обычный свитер, да, но акцент есть на очки и есть на обувь. И так рождается, так работает прием. Ну, если мы смотрим всегда вглубь, мы понимаем, что каждая вещь будет говорить именно о человеке. Ну, в идеале, вот в нашей капсуле, она должна работать так, потому что базовая вещь, это должна быть для вас базовая вещь, а для другого человека будут, возможно, совсем другие базовые вещи. Вы понимаете, про что я говорю, да? Не запутались? Здесь тоже совершенно базовые, кажется, прямые джинсы, оверсайз такой, да, достаточно актуальный, модный, такой вот жакет, куртка, я вам не скажу, я не знаю, часто говоря, я не могу видеть, это куртка рыбака или это просто такой жакет, но акцентные цветные обувь и акцентная сумка. Кстати, про секретик, про сумки цветные, к лету, если мы все равно говорим про летний гардероб, выбирайте цветные сумки на лето, светлые и с цветом, они всегда даже самые простые вещи сделают интересными. То есть, если вы сюда представите, что она надела какие-то черные, самые простые, я не знаю, там, ботинки и черную взяла сумку, это всем будет другое впечатление. Да, именно через аксессуары, если боитесь играть сейчас как-то сложные вещи, через аксессуары можно добавить какую-то свою такую персоналити. Ну и вот заодно комментирую вам наш прием. Вот это, мне кажется, тоже просто, ну, очень классный прием, да, потому что это базовые те же джинсы, которые есть у всех, но здесь, мне кажется, это лонгслив, обычный белый лонгслив, и сверху надета вот такая какая-то кружевная жилетка или просто это кусочек блузки, и акценты, это, конечно, здесь обувь странная, да, такой леопард очень интересный, и субочка Симон Роша тоже с жемчугом, который всегда делает этот акцент. Тоже многим понравилось, я вот разделяю вашу симпатию к этому луку. Здесь тоже, кажется, все базовое, и акценты на шапочки и на очки. Ну, я думаю, что с этим заданием мы так быстро тоже его пробежались с вами, потому что вы все, кто хотел, все вы сделали, да, я тоже видела, что вы сделали. Молодцы все, кто поэкспериментировал, кто не побоялся всего намешать. Стилю, вот честно говоря, стилю, мне говорят, как научиться стилю? Ну, стилю можно и научиться только экспериментируя, и только опираясь на, ну, чтобы кто-то еще подсвечивал, да, то есть кто-то показывал, а так бывает, так бывает, да, то есть невозможно стилю научиться по книжке или посмотреть какие-то правила. Их нужно все трансформировать через себя, и почему-то даже на курсе я соединяю психологию, может, потому что, конечно, первое образование у меня такое, а, да, но имиджмейкер, психолог, но мне всегда кажется, что, ну, если ты просто, вот как угадать, моя эта вещь или нет, нужно в себя заглянуть, да, нужно вот немножко себя просто растрабашить, чтобы уж если надевать, да, то, чтобы оно играло на нас, да, нас выражало, чтобы нам было в этом комфортно. Ну, и, конечно, это же всегда любопытное путешествие, такое в себя, подкрывать себя, поразбирать себя, повыкидывать весь лишний мусор, пособирать себя обратно. Так, а теперь мы переходим к капсуле. Кратко, ну, как кратко, 20 минут вообще-то проболтала с вами о всех наших пяти заданиях и кратко рассказала вам про курс. Кому будет интересно, давайте так, вот кому любопытно, кто хочет пойти учиться, кто не хочет ничего ждать, вы на звонке можете это спросить. Или если вы не участвовали в, ну, в челлендже и у вас нет вот этого подарочного звонка, где мы будем разбирать, то вы можете пойти в шапку профиля, записаться в лист предзаписи, и вам придет ссылка, там будет вся-вся информация, и мы там с вами початимся, поболтаем и все обсудим. А сейчас давайте про, собственно говоря, примеры капсул. Мы с вами сейчас разбирали задания разные, и я уже делала вам, да, такие, направляла ваше внимание, что я бы хотела вам показать, о том, что даже какие вы выбрали джинсы, такие или такие, какие вы выбрали аксессуары, как вы поиграли с цветом, нужно ли вам здесь больше текстур, приемлемо это для вас, или вы хотите больше гладких померностей, это все отражение вас, и, соответственно, капсулы у каждого будут разные. Сейчас я вам покажу несколько капсул, одну я вот такую собрала для вас капсулу. Наверное, мое любимое дело собирать капсулы, это капсулы из летнего гайда, которую я сейчас готовлю, и я вот собрала вот такую гайду. Смотрите, вот в этой капсуле нет вообще черных вещей, к тому, что когда мне говорят, ну, это же база, я должна купить черные, там, я не знаю, лоферы, черные ботинки, черную сумку и все вот черное-черное, я главный любитель черного цвета, да, это тот человек, который говорит про цвет и сам очень много любит носить черного. Я вас понимаю, но при этом цвет, сила цвета, как он классно может преобразить наш гардероб, даже в самых лаконичных простых вещах, да, мне кажется, что это всегда такая, ну, такой стилистический прием, на который нужно обращать внимание или можно хотя бы проэкспериментировать и пустить к себе. Что у нас здесь? Давайте посмотрим. Уху-ху, не будем слишком нагаляться. У нас в формуле есть два низа, пять верхов. Здесь вы можете увидеть, что меньше, конечно, верхов я собрала, то есть предполагается, что, ну, там, капсула с 12 вещей будет увеличиваться, и вот здесь уже у нас минимум будет около 36 вариантов и больше сочетания вещей, потому что, во-первых, на каждый низ мы придется по одному верху, и мы можем качнуть вот эту самую маленькую капсулу уже в две стороны, в одну более casual и в более бизнес, такой условно-деловой стиль, да, потому что где будут всюду у нас играть какие-то более строгие линии, как брюки или жакет, и сумка, замедите, они такая твердая, твердой жесткой формы, которая собирает сюда образ, у нас есть коричневые лоферы и белые такие замшевые балетки, ремень, потому что он себя тоже подчеркивает и дает вот эту жесткость в образе, если вы хотите сделать условно-деловой или деловой стиль. И мы можем, соответственно, собрать здесь как условно-деловые или более строгие деловые образы и пойти в более мягкий такой деловой стиль с джинсами, с рубашкой внутрь танк-топ, просто надеете, тут разные притом два танк-топа, мне очень понравился этот асимметричный танк-топ, какой-то вообще такой необычного кроя, очень сложного цвета, такого грязно-темно-синего, который красиво, конечно, с бордовым сочетаться будет, и классно будет сочетаться просто даже с джинсами и плюс белые балетки, да, на контраст. Немножко аксессуаров и две пары очки я здесь привела, очки как для зрения белые, они тоже добавляют и строгости, и такую капельку деловизма, и солнцезащитные. В общем, вот такая капсула, и мы можем придумать с вами целую легенду, правда же, о том, кто этот персонаж, что это за девушка, кто бы носил такие вещи. При том, что здесь, конечно, мы можем все поменять, мы можем взять другой немножко, может быть, более пудровый оттенок рубашки, может быть, чуть-чуть более, наоборот, нежную голубую рубашку, голубую, тавтология, простите, сюда ввести, да, другого оттенка. Мне очень нравится вот это поло, как оно может работать с разными цветами. И мы сразу придумываем, кто это, да, а теперь я покажу вам другую капсулу, вторую, черно-белую, для всех любителей цвета. Черно-белая капсула, это моя фирменная шутка, простите, если смешно. И здесь, обратите внимание, что тоже кажется вот то же самое, что мы смотрели. Только место брюк я заменила на юбку. Но здесь тоже есть джинсы. Но если там это были прямые джинсы, более строгие, здесь они такие, скажем, да, самые трендовые сезоны, да, немножко такие расширенные джинсы-кривоножки, которые, на самом деле, многие очень длинными, такими модельными и очень красиво обычно сидят, как в офисном джинс на попе. При этом, не знаю, насколько вам видно, вот в правом-левом углу очень красивый топ с такими здесь какой-то принт губы, немножко какой-то разрез на животе. То есть все вещи, юбка с баской плессирована, необычные туфли, это AVEC на один пальчик, да, то есть необычные очки от LAEVA, топ, вот этот танк-топ такого просто припыленного цвета, чтобы создать, да, динамику внутри образа цвета. Топ с открытыми, простите, плечами, которые классно будут сочетаться и с такими необычными трендовыми джинсами и плюс туфлями. Или уйти в совершенно вечерний образ, где у нас платье, где у нас красивый белый, может быть, вот этот первый с левой стороны топ, и туфли можно добавить серьезности и туда надеть наоборот с плотным шакетом, можно надеть с открытыми плечами. Еще много вечерних образов, которые могут пойти и кэжел, и в более совершенно официальный образ. Тут у нас есть еще красивые такие кеды от Майсон Моржела, которые добавляют, потому что здесь есть такие нотки деконструктивизма, да, необычная асимметричная юбка, необычный топ с разрезами, приталенный жакет, который будет очень классно. Тоже это тренды, это трендовые фишки, которые я именно включила в эту капсулу, потому что вы, если видели, то прошлая капсула, она более универсальная, она построена на более универсальных линиях, а эта капсула построена на линиях, которые больше вот про тренд этого сезона и следующего сезона в осени, и той же все пойдут. У нас, вы знаете, да, мало трендов, чтобы они прямо это must-have быстро сгорают, а все-таки вот такие тренды, да, они так на сезон на два растягиваются прекрасно. И это, когда самая каждая вещь интересная, да, то и образы получаются достаточно интересными, такие насыщенные. И при этом, заметьте, что здесь такой есть оверсайз, свитер с косичками, и мы можем его надеть и с джинсами, и с юбкой, и добавить кеды, например, чтобы это еще все упростить. Есть абсолютно такая вот простая, но она на самом деле непростая, очень интересная футболка. Насколько я помню, это или моржевая, или акне я добавила. И такой вот, это мужской, потому что я очень люблю в женские гардеробы добавлять мужские вещи. Они, особенно с такими вещами, начинают смотреться как-то более интересно, да, они немножко по-другому скроены. На женском теле они, соответственно, немножко по-другому сидят и добавляют вот эти хрупкости. Вот эта толстовка с маленьким, тут, правда, есть маленькое лого, я стараюсь его, конечно, избегать, но он совершенно незаметный, Jack Muse. И он тоже такой свободный, классный. В общем, еще какая-то висюлька, которая у нас с маленькие кармашки, да, сумочки, все сейчас супер актуально впереди. И если нам нравится, если в стиле нашего ДНК много деконструктивизма, экспериментов, нам нужно немножко нотку творчества, мы любим быть в центре внимания. Нам нравится экспериментальный, тут даже вот очки, да, что-то из 60-х. Нам нравится зашифровывать сюда такие более арт-смыслы. Или, может быть, вообще поклонницы современного искусства, то вот такой гардероб, он для кого-то станет совершенно базовым, универсальным. Да, потому что можно надеть вот джинсы, кажется, тоже толстовка. Базовая вещь, вот если выйти на улицу, 90% людей увижу в джинсах, в толстовках или в леггинсах, в толстовках. Ну, с поправкой, что мы с таким в Нью-Йорке, здесь больше леггинсов будут носить. Но смотря, какое выбрать. Вот задача, на самом деле, вещи, капсули одни и те же. Нам надо делать что-то снизу, извините, что-то сверху. Все. Тут не то, чтобы очень много у нас еще каких-то частей тела. Но что это будут за вещи, да? Что они будут выражать? Какой они будут конструкции? Они будут идти в большее в том, что мы хотим классический гардероб сыграть в какой-то условный деловой стиль, в такой элегантной какой-то манере, не знаю, в стиле классического искусства, допустим, да? Или уйти куда-то туда в такой ассоциативный ряд. Или нам нужно что-то другое, вообще, может, вы хотите цвет. И вот в этой игре, мне кажется, интереснее всего. Так, давайте я вас выключу, выключу демонстрацию экрана. С вами уже вот так поговорю. У кого какие-то есть вопросы или тоже какие-то свои мнения о тех капсулах, которые я сейчас вам показываю, как бы если вам любопытно, тоже может быть высказаться, как вам кажется, для кого эти капсулы. Или что-нибудь вы интересное подметили в этих капсулах для себя. Или вам было что-то полезно о том, что я сейчас рассказывала, да, как строится капсула. Что вы можете сейчас написать, я буду очень благодарна узнать от вас фидбэк, что вы думаете. Потому что я сделала просто эти две капсулы, как на условного персонажа, конечно, не на какого-то клиента, да, и тут как это может быть, да, о чем можно рассказать такую историю. Вот как вы их прочли, было бы тоже интересно. А я тогда подведу итоги, и, кстати, будем сейчас уже переходить к розыгрышу, о том, что капсулу, соответственно, вот мы берем, открываем вначале наш шкаф, да, делаем ревизию вещей, которые у нас есть. Выбираем те вещи, которые нам отвечают нашим задачам, отвечают на два вопроса. Как я хочу себя чувствовать, что я хочу рассказать. После этого мы сканируем наши тельца и смотрим, да, какие у нас пропорции, какой у нас цвет нам идет, идет ли нам принт или нет, какие стилевые приемы нам нужно включить, какие стилистики нам сейчас отзываются. Мы это все отдельно откладываем. Это наша база, чтобы просто одежда круто сидела, да, чтобы все классно сочеталось. Потом обращаемся внутрь себя, да, достаем какие-то интересные вещи, ассоциации, чтобы это была персонализация вашего стиля, и вы рассказывали собственную историю, а не шли копировать блогера. Потому что мне прислали очень красивые луки, классно сделаны задания, но от задания к заданию я вижу, что это один тренд, который человек повторил, это другой тренд, который человек повторил. А хочется увидеть всегда персонажа, да, увидеть, разгадать, кто вы, да, и вот, конечно, классно. И при том, кстати, мы не обязательно должны как-то очень громко кричать о своей истории, да, это могут быть какие-то элементы, это могут быть запонки, вышивки, использование какой-то ткани. Какие-то элементы, которые, возможно, мы хотим даже для себя приберечь, да. Но это тоже интересно в это играть. Как узнать, какой цвет мне подойдет, если включать его в базу? Про меня. Как узнать, какой цвет вам подойдет? Ну, или взять у меня консультацию, и мы разберем ваш цветотип тогда, или пойти на курсы, научиться всему самостоятельно. Я даже вас не вижу, я не могу дать сейчас какую-то вот так, консультацию, какой подойдет вам цвет, я вас не вижу, но вы можете... На курсе, например, у нас есть целый урок, мы там два часа, полтора часа об этом говорим, и на тех, кто слушает, тот, соответственно, отправляется потом в это плавание самостоятельно, разбирается. А кто на тарифе визионер, мы с вами индивидуально сидим в мини-группе и разбираемся, какой у нас цветотип, а что нам подойдет, да, то есть, какая у нас контрастность. Знаете, вот если быстро, я могу сказать вам, что, чтобы помочь, посмотрите, цветотип, вот так я не расскажу, я не знаю, ни ваш цвет глаз, ни кожи, ни волос, но посмотрите на свою контрастность, это уже даст вам просто очень много для вашего гардероба. Посмотрите, чем вы контрастней, допустим, вы девушка с темными волосами, какая-нибудь белоснежка, да, с яркими темными глазами и белоснежной кожей, вот чем люди с более высокой контрастной, на контрастности, тем больше контрастности в одежде они себе могут добавлять. Контрастность – это перепад цвета, это черный, белый, да, белая кожа, темные волосы, да, а чем меньше лисево-прозрачная красота, вот я больше туда стремлюсь, мне вот большие перепады, это вот прям нужно все использовать секреты, как носить черный с белым, потому что они будут меня затмевать, а задача цвета – работать на то, чтобы подсвечивать нашу красоту, а не затмевать. Если вы видите лук, в котором цвет впереди, мы увидели вначале свитер, там, или платье, а потом человека, это значит, что цвет пошел вперед, он отдельно, да, от нашего лица, он нисколько не украшает, он как бы кричит «я, я, я», да, а человек где-то там позади, да, лицо девушки оставляется где-то там, и мы всегда запомним свитер и запомним человека, и это тоже ход управления впечатления, потому что, может быть, вы не хотите, чтобы, да, слишком много запоминали, не знаю, на сцене, о чем вы говорите, но нужно, чтобы просто запомнили вас, вот что-то вы говорили, так играем с цветом, играем с аксессуарами, делаем упор на заметность, да, это очень интересные художественные задачи, что нам мы хотим подсветить, и что нет, да, как в это сыграть, в общем, думайте про контрастность, чем меньше контрастности, тем, соответственно, меньше контрастности в одежде, тем более приглушенные цвета мы будем с вами использовать, да, более, может быть, глухие, но это уже от цветотипа зависит, или более звонкие, в общем, сложно говорить про цветы, если нет фактуры, нужно посмотреть. А, спасибо, я поняла, благодарю вас за вопрос, да, вам тоже большое спасибо. Так, что, больше если вопросов нет, было полезно про капсулы, всем понятно, как она формируется? Спасибо за подробный ответ, да, спасибо вам. Или есть вопросы, как формируется капсула? Подожду пару минут, пока вы, пока вы здесь думаете или пишете мне, я буду очень рада за обратную связь от вас. Я буду уже потихонечку готовиться к нашему финалу, это наш розыгрыш, я, честно говоря, делаю этот розыгрыш впервые, я никогда так не делаю, потому что немножко волнуюсь. Кто только присоединился, мы уже в конце нашего эфира, да, было очень полезно. Спасибо большое за обратную связь. Значит, я нарезала, как сейчас я так поскладываю, я нарезала здесь все ваши имена, Сайра все это напечатала, да, моя ассистентка, я все нарезала, и теперь мы будем... Какая роскошная шляпа? Спасибо, да, цвет, цвет, да, иногда хочется сыграть цвет. И знаете, как я сделала? Я думаю, я закрою глаза, просто как-то вот так поперебираю сейчас, не знаю, потому что я уже не вижу, что я делаю, и достану. Ну что, достаем? Что-то сейчас поперебираем, перебираем, перебираем, раз, два, три, раз, два, три, все, вытаскиваем, вытаскиваем, не знаю, что я вытащила, вот. Открываю глаза, сейчас посмотрим. Так, я особо любопытна. Я вам покажу, написано Анна, ой, как мне прочитать и вам показывать? P-Y-A-D-Z-H-I. В общем, кто это? Вы, я вас поздравляю, вы победитель, мы с вами свяжемся, соответственно, и я посмотрю, где вы работали, в Инстаграме или вы в Телеграме работали, и, соответственно, вы вам дарится место слушателя на курсе Self-Stining. Welcome! Очень вас жду и буду очень рада с вами познакомиться и, соответственно, пуститься в это путешествие на два месяца. Так, я наконец поняла, откуда берется ДНК стиля. Такое откровение убегает, убегает. Так, такое откровение для меня, что ищется оно у себя внутри. Да, ДНК стиля никогда не берется снаружи, это невозможно. Когда мы копируем просто кого-то, ну, поиграйте в кого-то, это тоже интересный опыт, почему нет? Да, ну, проще играть в собственные субличности, исследовать и давать волю сыграть в это, в себя, чем, ну, кому как. Это опыт. Я считаю, что в себя интереснее играть, себя разгадывать тоже. Мы, в общем, свою же жизнь пытаемся, да, магическим образом колдовать, а как ее создавать, как ее в это продолжать играть, если мы не знаем, кто мы есть, да? Нам одежда всегда будет помогать, наши нейронные связи будут по-другому работать, когда мы, грубо говоря, выходим из дома, надеваем свою корону, мы знаем, что мы хотим сказать, куда мы идем, в какое будущее мы хотим, да? У нас по-другому работает мозг, и по-другому работают нейронные связи. Поэтому я всегда говорю, что курс, он кажется о юбках и блузках. И, конечно, там есть азбука стиля, да? Мы там изучаем весь полный спектр, но на самом деле мы немножко глубже, гораздо глубже. Мы говорим о себе, и мы изучаем себя. Кстати, слушайте, так, дорогая Анна, я вас искренне поздравляю, но я тут вспомнила, что я же хотела вам показать очень крутой ролик. Давайте я вам сейчас его покажу. Он, конечно, должен был быть в середине моей классной презентации, но я вам покажу, мне кажется, вы должны... Вы не поверите, глядя на мои седые волосы и мой возраст, но недавно я начал ходить на уроки по локированию самолета. И знаете, что мне сказал мой инструктор? Если вы вылетаете отсюда и хотите добраться сюда, на восток, но дует боковой северный ветер, то в итоге вас снесет, и вы приземляетесь здесь. Поэтому приходится, как это называется у пилотов, лететь со сносом. Нужно целиться на точку, расположенную севернее этого аэродрома, и лететь таким образом, как будто бы вам нужно в том направлении. Если вы целитесь сюда, севернее этого аэродрома, то на самом деле к нему и прилетите. Но если будете целиться сюда, то прилетите южнее. Это справедливо для человечества, я бы сказал. Если рассматривать человека таким, как он есть, мы делаем его только хуже. Если мы хотим казаться идеалистами и переоцениваем человека, даем ему завышенную оценку и смотрим на него сюда, выше, чем он есть, мы способствуем тому, чтобы он был тем, кем он на самом деле может быть. Поэтому в каком-то смысле нам приходится быть идеалистами, поскольку так в итоге мы оказываемся настоящими реалистами. И знаете, кто это сказал? Это не я, это Гёте. Это самая подходящая максима и мотив для любой психотерапевтической деятельности. Поэтому если вы не признаете у молодого человека его желание иметь значение, его поиск значения, вы делаете его хуже, скучнее, вы еще больше усиливаете его разочарование. А если вы допускаете в этом человеке наличие хотя бы этой самой искры, поиска значения, да, вы вызовете у него это. Вы заставите стать его тем, кем он в принципе может стать. Вот, да. И знаете, я когда просто увидела вот это, это видео, я его сохранила, потому что я вдруг поняла наконец-то, что, что такое ДНК стиля, как мне его вам показать. Это то, кем мы можем стать. И то те, кто мы есть на самом деле. Просто иногда нам нужно это увидеть, куда нам идти. И поэтому, да, задания, они больше, для того, чтобы задрать эту точку. И мы туда придем. Вот это про стиль, да, мы говорим про тряпки, да, мы говорим про, ну что мы девочки, мы любим нарыжаться. Но это на самом деле про нашу суть. Кем мы будем, куда мы идем, какая у нас будет жизнь. Да, у меня прям мурашки. Вот это об этом. Поэтому вторая часть всего курса — это такая работа с психологией, работа с нашей головой, с нашим бессознательным, откуда мы вот так просто вытягиваем вот эту верхнюю точку. Кем мы можем быть? Мне кажется, отличное завершение нашего с вами марафона и нашего с вами курса. Спасибо, что вы были в этот час здесь, что вы принимали участие в нашем марафоне. Я надеюсь, что вы взяли для себя много пользы и будете использовать какие-то новые, возможно, фишечки в вашем гардеробе, какие-то новые тео-стилевые приемы или цветовые сочетания, или задавать себе вопросы, которые мы вот так по верхам, буквально 5% покасались лапками этих заданий. Но вы уже видите, что сколько пользы они могут принести. Для всех остальных, кто хочет пойти на курс, кто не хочет ничего ждать, кто хочет уже сейчас начать жить своей полной классной жизнью — welcome! Запуск у нас в конце месяца. В конце месяца я открою вот эти продажи. Группы маленькие. Я люблю каждого знать, я люблю каждому дать пользу, я люблю отвечать за то, что я делаю. Поэтому приходите на курс, но мест мало. В мини-группе у нас вообще только 5 мест. 5-6 мест, потому что мне нужно каждого на мягких лапочках довести до конца. Еще раз всех благодарю. Кто не записался, кто хотел бы попасть на курс, пожалуйста, можете писать просто мне в директ-курс. Можете приходить в шапку профиля и там выбрать «Хочу на курс», заполнить там мини-атлет буквально, чтобы я знала, с кем связываться. И, соответственно, мы с вами свяжемся любыми способами. Ну а, дорогая Анна, еще раз вас поздравляю и мы сейчас вам напишем. Все, всем чудесного дня и всем пока-пока. Сохраняю.